Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Алена. Рада вас приветствовать на моем канале Счастье Есть. Сегодня буду делиться новой порцией своих покупок из интернет-магазинов. Это будет мой любимый в последнее время Яндекс.Маркет. И, конечно же, это будет Валберес. Начнем мы с вами вот с такой вот коробочки. Здесь полочка, полочка для кухни. Мне она нужна для того, чтобы немножко изменить хранение на кухне. Разонравились мне вот эти белые полочки разного размера. Вот, буду менять. И давайте вам открою, сейчас покажу, какая же у меня здесь красота. Единственное, что могу сказать, что ширина полочки 60 см, для меня она большая. Поэтому будем укорачивать. Благо мне тут показалось, сейчас с вами как раз таки выясним, что это можно будет сделать. Просто вот лобзиком аккуратно отпилить до нужной ширины. Потому что искала я, конечно, то, что мне прям вот по душе было бы. Но, к сожалению, нужного размера не нашла. Вот, понравилась такая, поэтому, надеюсь, мы с ней подружимся. Она мне понравится. Ну вот, я ее немножко расчехлила. Полка у меня подвесная. Три полки здесь. Серия лофт. Ну, получается, три этажа. Три яруса. Материалы сталь и ЛДСП. Вот такая вот она красотка. Конечно же, буду вам показывать в собранном виде. Размер ее 20 на 60 см. Я выбрала в белом цвете. То есть, у меня вот эта вот боковая сторона будет в белом цвете. Были также в черном, по-моему, с белыми полочками. В общем, разные варианты. Пройдите по ссылочке, посмотрите. Если вам понравится, то, конечно же, заказывайте. Буду немножечко обрезать полки. Получается, как раз таки, вот с этой стороны, немножечко отрежу до нужного мне размера. И не будет тут, получается, шпона сбоку. Ну, не критично, потому что все это будет вот так вот крепиться. И отсутствие шпона видно вообще не будет. То есть, вот все замечательно. Мне все нравится. Посмотрите, какой тут шпон красивый. Первый раз такой вижу. В последнее время это актуально. Такое вот натуральное дерево. Даже вот тактильно мне очень нравятся на ощупь эти полочки. Они такие действительно как будто фактурные, как будто дерево. То есть, не просто гладкие, да, и гладкая такая пленка нарисована. А тут вот трогаешь, и как будто действительно вот прям чувствуешь текстуру дерева. В общем, замечательная полочка. Конечно, покажу вам в собранном виде. Вот он весь крепеж. Вот такая вот красавица у меня получилась. Здесь вот сотру карандашик. Немножко передумала. Хотела сначала с этой стороны отрезать, а потом отрезала все-таки с другой стороны. Вот. Супер! Мне нравится все идеально. Единственное, конечно, даже не единственное, а тоже большой-большой плюс, что заглушки пластиковые. В последнее время дают наклейки. Поэтому здесь у меня будет сейчас тоже все идеально, все красиво и аккуратно. Все, сейчас пойду вешать. А мы с вами продолжаем дальше. Полочку уберем пока в сторонку. Но все равно будет мелькать в кадре. И может быть, к концу видео вы решите, что она вам очень нравится, и вы ее хотите для себя приобрести. Следующая моя покупка. Это платье, девчонки. Да, я заказала для себя очень-очень красивое платье. Увидела его, влюбилась, но заказала не с первого раза. Сначала я взяла 46-й размер. Потому что не было 48-го и 50-го. Вот такое-то оно красивое. Оно немного просвечивает. Будьте к этому готовы. Я вам, конечно, покажу все примерки в развернутом виде. 46-й размер. Вот казалось немножко как-то вот... Да вроде ничего, но захотелось чуть-чуть посвободнее. Поэтому я решила, что закажу у другого продавца, потому что этого не было. Но, слава богу, все появилось. И у него же заказала и 48, и 50. И примерила. В общем, решилась я все-таки на 48-й. Да, конечно, оно такое коротенькое. Оно достаточно интересно смотрится. Мне кажется, такой вариант немножко может быть baby doll. Но я взяла. Буду носить со спущенными плечиками. У меня как раз-таки 48-й. И что еще сказать? Здесь 65% вискозы в составе. 35% полиэстро. Много продавцов с такими платьишками. Я выбирала вот самый-самый дешевый. Потому что были они и за 3 с лишним тысячи. Я нашла вот самый такой приемлемый вариант. Были, кстати, эти платьишки за 1600 у одного продавца. Но в самом маленьком размере. Поэтому, к сожалению, мне пришлось заказать у другого. Но я влюбилась в это платье. С удовольствием взяла. Муж у меня очень оценил, как я в нем выгляжу. В общем, вот так вот. На улице теперь одну меня в этом платье. Естественно, не отпускает. Только в компании с собой. Дальше вам покажу. Тоже такая классная покупка для моей дочки. Как-то уже рассказывала вам, что убрали у нее стеллаж с книгами. И поставили ей столик. И вот на этот столик, чтобы вечером она могла книжку почитать или еще что-то. Вот купили лампу. Не такую. А вот такую. Не в зеленом цвете, а в белом. Лаконичная, красивая. Как раз таки коллекции Эльмара с Фикс Прайса. Мне кажется, она подойдет. Поставили ей туда красивый светильник. Из Фикса как раз таки ракушку. И тарелочку. И будет у нее еще вот такая небольшая маленькая лампа. Сейчас мы с вами все тут расчехлим. Посмотрим, проверим. Здесь фарфор. То есть с ней надо осторожно обращаться. Единственный минус, на мой взгляд, это вот, конечно, черный вот этот провод. Был бы белый, было бы лучше. Но дочке понравилась эта лампа. Она сама ее выбирала. Поэтому будет такая, какая понравилась ей. Все работает. Все замечательно. Испугалась, что трещина какая-то. А это нет. Кусочек какого-то клея. В общем, все хорошо. Сейчас с вами абажур поставим. Все, абажур закрепила. И теперь лампочку. Наверное, надо будет какую-нибудь поискать маленькую. Такой шарик маленький. Потому что это, конечно, прям выглядывает. Лампы. Вот. Но не критично. Потом, конечно же, поменяем. Еще раз сейчас отключусь. Все работает. Немного у нас тут замерцала картинка. Вот такая вот красотка. Такая вот милая маленькая лампа. А мы с вами продолжим дальше. И я вам покажу еще вот такой вот. Но это не кондиционер. Это, скорее всего, аромат для белья от Ленор. Подобные я брала не так давно. Фаберлик. Очень мне понравились. Вот. Но Фаберлик заказывать мне не очень удобно на данный момент. Поэтому вот заказала себе на Яндекс.Маркете. Очень классный. Очень хороший. Кстати, здесь с Риэлем. Да. Поэтому здесь, скорее всего, и кондиционер идет, да, в комплекте. Вот. То есть не только аромат для белья, но и действительно кондиционирование. В Фаберлик был только аромат. Вот. Здесь такие вот гранулы. Варианты по ароматам были разные. Я выбрала вот такой вот. Вот такие гранулы. Но я не буду использовать именно для стирки. Я буду использовать, как многие девочки сейчас делают. Насыпают в небольшие мешочки и размещают в шкафу. Вот. Для ароматизации. Тоже очень хорошая вещь. Хватает на несколько недель, после чего просто меняют мешочки. Насыпают в них свежие гранулы. И это получается даже выгоднее, чем вот стирать. Поэтому я вот решила именно таким вот образом воспользоваться. Здесь 224 грамма. Аромат именно у меня. Он такой нежный, цветочный. Не сильный, не концентрированный. Мне кажется, будет как раз таки вот слегка так озонировать, слегка ароматизировать мое белье в шкафу. И вот мне он как раз таки больше всего понравился. По отзывам я изучала, потому что кто-то писал из девочек на какой-то аромат, что сильно парфюмированный. Вот я люблю, когда вот слегка-слегка пахнет цветочками. Без сильных вот таких вот ноток, от которых может заболеть голова. Такую прелесть вам тоже рекомендую. Попробуйте, можете для белья постирать. Если вам нужно, например, постельное белье, или какие-то пледы перестирать, которые вы долго храните, или зимнюю одежду, да, убирая на хранение. Вот можете попробовать для этой цели. А я буду использовать именно как ароматизатор в шкафу. То есть также вешать в мешочках у себя в шкафу. Дальше, следующая покупка, также для ароматизации. Я взяла два вот таких вот маслица. Малина и земляника. Приятная цена была на Яндекс.Маркете. Взяла именно для аромалампы. Буду зажигать свечи, и чтобы у меня вкусно-вкусно пахло малинкой, земляничкой. Отзывы тоже очень-очень хорошие. Можно как в помещении. Ой, вкусно пахнет, легкий такой аромат. Никакой химозности. Можно как в помещении, так и в машине по-разному ароматизировать. Вот я взяла для аромалампы. А вы можете использовать и как... Ну, для бельевого шкафа указано. Для автомобиля добавление в аромакулоны. Использование в качестве ароматизатора для мыла, парфюмированных и гелевых свечей, косметических средств. То есть это жидкое мыло, крем и бальзамы, млочко для тела. В общем, большой-большой спектр. И самое главное, что вот аромат. В данный момент я сейчас нюхаю малинку. Он действительно пахнет малиной. И не сильный, не химозный запах. Никакой вообще химозности здесь точно нет. И сейчас попробую еще земляничку. Срок годности, вернее, изготовлено в апреле 2024 года. То есть хватит надолго. Срок годности 36 месяцев. Ой, земляничка действительно пахнет земляничкой. Лесной ягодой, не клубникой. А именно вот земляникой. В общем, вот такое вот парфюмированное масло. Обратите внимание, были разные варианты. Там и персик, там и лаванда. Кто что любит, вот заглядывайте на Яндекс.Маркет и выбирайте. Это производство Крымская Роза. Следующая моя покупка для сына я взяла. Вот такой вот треугольник. Это для безопасности в автомобиль. Мы наконец-то уже пересаживаемся из детского кресла на бустер. И чтобы было удобно ему, чтобы ремень не врезался, как раз-таки взяли вот такой вот треугольник. У этого продавца, кстати, самые гуманные цены были на Валберес. И большой-большой ассортимент. Не просто там черный, синий и какие-то там, не знаю, для девочек розовые. А ведь еще и с рисунками. Сын выбрал себе вот такую пиратскую тему. Ему понравился такой треугольник. Ну, здесь все как обычно. Открываете, вставляете ремень, закрепляете и все. И ребенок будет вот так вот ехать. Ему не будет врезаться в шею ремень безопасности. Это очень хорошо. И для безопасности в первую очередь. То есть в случае аварии ремень не нанесет вреда ребенку в районе шеи. А все будет как положено. То есть ремень будет находиться на нужном уровне. Поэтому такая вещь это обязательно, на мой взгляд, для деток. Кстати, вот здесь вот все указано, что это для перевозки детей. Второй и третий весовых групп. 15-35 килограмм. Вот. Выдержка из ПДД даже здесь есть. Ну, прочитать ее сложно. В общем, вот такой вот замечательный треугольник. Обратите внимание, если вы в поиске. Вот у этого продавца адекватные цены и красивые варианты разные. Следующая покупка. Я взяла для себя вот такую вот подводку. В золотом цвете. По срокам годности все хорошо. Никаких претензий. Я люблю такие цветные подводки. Смотрите, какая она сияет. Держится, кстати, хорошо. Не растекается. Я уже тестировала. Замечательная вот такая вот подводка. И цена. Очень даже гуманная. Как всегда, девчонки, все ссылочки я буду оставлять в описании к этому видео. Если вам что-то понравилось, можете пройти и заказать для себя. Вот. Посмотрите, какая прелесть. Как переливается, да? Сияет, сверкает. Все, как я люблю. Дальше я вам покажу еще. Вот у меня сегодня в кадре мелькают ножницы мои. Мои и дочкины. Вот такие вот. Мы их брали для рукоделия. К ним взяли маячки. Вот такие вот. Дочка выбрала себе с кисточкой. А я вот такого вот олененка. Сейчас все вам открою, покажу, как это делается. Я думаю, здесь можно будет. Хотя нет, лучше все-таки вот так вот. То есть, ну, такая подвесочка, чтобы ножницы не потерять на столе, чтобы они всегда были как бы у вас на виду. Вы знали, где они лежат. В общем, вот такая вот в виде кисточки. Это все один продавец. Поэтому там много вариантов. Выберите себе. Можно в виде кисточки, а можно вот такую вот. Вот такой вот вариант взять. Там, кстати, еще была, по-моему, такая классная бабочка. Я подумываю о том, чтобы ее купить себе в качестве подвески на телефон. Здесь прям вот все звенит. Бубенчики, камушки какие-то. Вот это красота прям. Да? Вот такой вот тоже замечательный маячок. Ну, прелесть. Кстати, ссылочки на ножницы я вам также оставлю. Если понравились, можете себе заказать. Мы уже их тестируем некоторое время. Нам нравятся. Острые, хорошие. Ну что, показала вам все свои покупочки, которые совершила в этот раз в интернет-магазинах. Это Яндекс.Маркет и, конечно же, это Валберес. Надеюсь, что мой обзор был для вас полезным, интересным. Вы что-то для себя подобрали, присмотрели. Конечно же, не забывайте о лайках. Вам не сложно, мне приятно. Подписывайтесь на канал, на Телеграм, на Дзен, на Нум. И всем, конечно же, я вам желаю отличного настроения. До новых встреч. Пока-пока.